А сейчас давайте мы, очень мне прям хочется рассказать и об этом уникальном продукте сейчас, возможно вы что-то еще подскажете и как вообще Коралловый клуб, как лично вы рекомендует использовать продукты, когда у людей есть такие проблемы с суставами, как артриты, артрозы, вообще когда есть какие-либо иные проблемы с суставами и суставной жидкостью, то есть соответственно, чтобы вы порекомендовали методику. А я, исходя из того, что вы скажете, сейчас тоже проанализирую, дам возможно какой-то совет дополнительный, как методами такой науки, как например фунготерапия, фитотерапия, что еще можно посоветовать, потому что у меня есть свое соображение на эту тему, но я бы хотел вначале вас послушать, особенно про такой препарат, который я знаю как очень хороший, это белурон. Биалурон это вообще новое слово в биологически активных добавках, и что самое интересное, его придумал не врач, а его придумал ветеринар. И гиалуроновая кислота это одна из серьезнейших проблем медицины вообще. Вот я по специальности врач-лимфолог, и по сути дела межклеточное пространство, это у нас ведь особая форма гиалуроновой кислоты, которая может быть то гелем, то золем, может густеть, может быть более такой. И по сути дела внутри и на базе этой гиалуроновой кислоты уже происходят все внутренние биохимические процессы. Так вот, Душик, так его фамилия, фамилия такая замечательная, он в принципе проводил эксперименты на крупных животных. Вот представьте себе, что, например, скаковая лошадь, и у них огромное количество травм, а скаковая лошадь, можете представить себе, сколько она стоит, да? И лошадь это не человек, и если у нее болит колено, если у нее болит лодыжка, если у нее болит сустав какой-то, она не просто не побежит, она даже не пойдет, потому что ни одно разумное животное не будет нагружать свои суставы без надобности, да? И использовались очень многие разные методики, то есть раньше гиалуроновую кислоту добывали из гребешков петухов, ну то есть сложнейшие технологии. Кстати, вот те инъекции красоты, которые некоторые женщины делают, я, кстати, против всех инъекций красоты и никогда себе не делала ни одного укола, так сказать, потому что я понимаю о серьезности транскожного введения любых органических веществ генетически другого существа, да? Конечно, конечно. Этого не может быть. Даже, извините, я зрительно, даже если это не белки непосредственно, а любые ткани, клетки, так сказать, то все равно есть информационная составляющая. Если не только белок, как антиген непосредственно может воздействовать, то может воздействовать информационно, о чем уже давно доказали ученые, ну такие как тот же Горяев, например, да, академик и так далее. Поэтому, естественно, это категорически делать я тоже не советую. Да, потому что все это потом придет, догонит, все это придет, догонит, потому что наш иммунитет, суть которого очищение, кстати, immunity переводится с латинского именно как очищение, да, он должен отслеживать всю чужую информационно-волновую, генетическую, хромосомную информацию, он должен ее уничтожать, потому что иначе речь идет о перепрограммировании клетки, да? Так вот, этот ученый разработал гиалуроновую кислоту, но была очень сложная проблема, как провести ее внутрь через желудок. Ведь самая большая проблема в том, что эти длинные цепи, они в желудке расщепляются и потом уже не могут активно встраиваться в наш обмен. Так вот, он соединил ее с инвертированным сахаром, и билурон – это такая двойная форма гиалуроновой кислоты, которая заходит, расщепляется, попадает в межклеточные вещества, в частности, во внутрисуставные промежутки. Снова собирается и усиливает концентрацию гиалуроновой кислоты в суставной жидкости. А вы ведь знаете, как растет сустав? Он практически суставный хрящ, он растет налипанием, как бы. То есть, у него особая форма образования вот этих, да? Ну да, коагуляция такая. Да, коагуляция особая такая, да. И вот там из-за повышенного уровня гиалуроновой кислоты наблюдается, я сказала бы так, регенерация хряща. Ведь что самое важное? Самое важное, что при нарушении осанки у людей, нагрузки на коленные суставы, на голеностопные, на тазобедренные, вот эти хрящевые гиалуроновые, значит, покрытия скользящие, по которым сустав скользит, да, они очень часто стираются. Кстати, там еще проживает огромное количество грибов, потому что, ну, по сути дела, не зря ведь называют это сахарная косточка, да? Вот эти вот глико-глико-всякие протеиновые молекулы, они очень, скажем так, их очень любят грибы для своего развития. И питательные, они очень питательные. Они очень питательные, они очень энергетические, это практически консервированное солнце. И когда грибы попадают в коленные суставы через лимфатическую систему, да, естественно, целью их является именно вот эти вот сахарные молекулы. И поэтому, когда мы имеем возможность увеличить качество, количество, свойства вот этой внутрисуставной жидкости, значит, мы можем, в принципе, говорить о регенерации суставов. И было замечено, что при приеме биоурона не только восстанавливаются хрящи, а идет нарастание прямо хряща. То есть человек делает рентгеновский снимок, КТ, МРТ, и видно прямо увеличение вот этой вот там миллиметровой, там двухмиллиметровой прослойки этого хряща. Но одновременно улучшается гиоуроновая кислота в тканях, в коже, в подкожных, так сказать, ну, в подкожных структурах. И человек сразу отмечает, что легче смазка, легче движение, тургор ткани появляется, упругость появляется. И женщины, которые у нас принимают уже ее давно, продукт у нас уже несколько лет, то есть они отмечают процессы омоложения, причем достаточно серьезные. То есть не только непосредственно хрящевой ткани, там, скажем, в коленных суставах, но и в целом организма, да? Конечно, это же хрусталик, между прочим, это и стекловидное тело, то есть везде, где в межклеточных пространствах присутствует вот эта гиоуроновая кислота, а она является сутью, по сути дела, межклеточного пространства, как матриксом таким, да, везде наблюдаются положительные сдвиги. То есть мы должны научиться, получая сырье, вырабатывать собственную молекулу гиоуроновой кислоты, потому что это не такая простая история, как нам кажется. И вот душику это удалось. Скажите, пожалуйста, а кому бы вы советовали и при каких проблемах, и, может быть, не только при конкретно каких-то проблемах, принимать этот препарат? Как его принимать? И, возможно, еще один вопрос. С чем лучше и как комбинировать, например, чтобы усилить эффект? Значит, я думаю, что это надо делать тем людям, у которых идут нарушения именно внутрисуставной жидкости. Начинаются щелчки в суставах, начинается как бы скрип, вот суставы скрипят, это не сказка, они действительно скрипят. Начинается тяжесть, тугоподвижность, начинаются какие-то проблемы с отложением солей, потому что вот как суставная жидкость высыхает, там должна быть абсолютно слизистая молекулярная структура. И когда, естественно, при обезвоживании, при нарушении эластичности коллагена эластина, нарушении суставных взаимосвязей, нарушении действия лимфатической системы, когда этот процесс истощается, вот самое время добавить. То есть не надо ждать, когда уже произойдет какая-то крутая деформация или ревматоидный артрит, потому что с ревматоидным артритом как раз вопрос, надо подумать, кто там живет в суставах, да? Но это уже в любом случае автоиммунные заболевания. Да, это уже, да, конечно. Там уже либо грибы живут, либо бактерии, стриптококи, либо хламидии. То есть у нас огромное количество микроорганизмов, которые поражают именно суставы. Так вот, мы не, скажем так, не пропагандируем биоурон для лечения тяжелых ревматоидных артритов и так далее. Мы его предлагаем людям, у которых начались первые признаки разрушения костно-мышечной системы, именно скрип, именно тугоподвижность, именно дистрофические изменения, именно усталость суставов. Потому что если у человека, например, идет перекос позвоночника, и он давит на правый коленный сустав, это не факт, что биоурон ему вызовет, так сказать, это выравнивание, да? Потому что осанку надо, по сути дела, выравнивать. Это мышечный тонус, это уже надо работать. Конечно, связочный тонус, да, естественно. Поэтому мы рекомендуем это в начальных стадиях. Либо, когда человек пытается привести в порядок всю гиалуроновую кислоту в организме. Если он одновременно чувствует истощение кожи, пропадание тургора, если он одновременно чувствует истощение каких-то ресурсов, которые дают ему ощущение молодости, живости. Вот гиалуроновая кислота, она ведь тоже не на всех этапах может работать, да? Но мы её, скажем так, продвигаем как средство профилактической настроенности на костно-суставную мышечную систему. А какие дозы, как принимать конкретно? Вот купил человек препарат. Насколько ему хватит одного тюбика? Как принимать конкретно? Прям расскажите, пожалуйста. Значит, там есть мерный стаканчик, который, в принципе, надо выпить в течение дня. Значит, одной бутылочки хватает на полмесяца. В дозе идёт две бутылки, как раз месячный курс. Рекомендуется проводить два месячных курса в год. Но если как бы мы делаем профилактику. Если человек делает как бы полное омоложение, там, или действительно регенерацию суставов, он может принять это немножечко и чаще. Но тем не менее, мы рекомендуем два раза в год и по мерному стаканчику. У нас есть люди, которые занимаются в кораллом клубе 90% именно белуроном. Они получают совершенно потрясающие результаты. Представьте, у пожилых людей, которые уже с трудом передвигались, появляется лёгкость в суставах, появляется, скажем так, бодрость, появляется ощущение гидрации, гидротации этих суставов. Это очень хорошее. То есть, по сути дела, это отодвигание старости. Потому что как женщина встаёт, как она садится, как у неё колени, так сказать, разгибаются, сгибаются. Об этом, это всё, скажем так, по этим признакам судят о возрасте женщины. Ну и мужчины, кстати, тоже. Спортсмены отмечают потрясающие результаты. Я, Ольга, всем более того скажу, что я тоже рекомендовал определённым людям при проблемах с суставами принимать. И те, от кого обратная связь потом была, я слышал именно достаточно быстро. Буквально в течение месяца-двух улучшение. То есть, это говорили все, это я могу подтвердить. Скажите, а что дополнительно при проблемах с суставами из препаратов, имеющихся в коралловом клубе, разумно принимать, то есть в комплексе? Да. Ну, всегда разумно принимать витамин С. Разумно принимать серу, МСМ. Потому что сера входит в состав аминокислот метиониновых, целая группа метионин, содержащих аминокислот, да, и, по сути дела, это мышечный корсет. И поэтому я всегда рекомендую наряду с биолуроном серу. Я всегда рекомендую лицетин. Я всегда рекомендую принимать хлореллу, потому что там очень высокое содержание омега-3 жирных кислот, кстати, растительного происхождения. Значит, мне очень нравится в соответствии с этим комплекс B. То есть B у нас совершенно новый продукт появился, да. И вот B, C, значит, D обязательно. У нас есть кальций жевательный с витамином D. То есть, но единственное, в России его нету, какие-то проблемы с сертификацией, но он есть у нас в Европе. Да. Я очень рада, что мы с вами снова вместе в эфире. Я очень рада, что мы с вами работаем. Я очень рада, что мы на одной волне. И что мы уважаем то, чем занимается каждый из нас. Я хочу, чтобы биологически активные добавки заняли полноценное место, потому что это очень щадящая история эксплуатации природы. Если человек съедает там две таблетки хлореллы и получает суточную дозу всего, что необходимо, вместо там килограмма мяса, конечно, это надо делать. И я готова с вами за эту тему стоять и продвигать, и за экологию, и обязательно за разум. Более того, Ольга Алексеевна, некоторые люди, это очень важно здесь уместно, я считаю, сказать, и совершенно по праву, с какой-то точки зрения, если посмотреть, скептически смотрят вообще на аббревиатуры БАД, биологический активный термин. Это не зря. Потому что, конечно, особенно в 90-е годы, наш человек, особенно русский человек, он доверяет. И вот многие мерзавцы на этом доверии сыграли. Не зазорно, когда человек зарабатывает, делая хорошее дело людям. Плохо, когда он зарабатывает, не делая ничего, либо делая плохое. И вот, к сожалению, эти долгие годы, даже уже лет 20, да, как минимум, многие люди обожглись на мошенниках, махинаторах. И вот это опасно. Но я хочу к нашим зрителям обратиться, поэтому и нужно проявлять здравомыслие и понимать не только, что верить, вот что я говорю или Ольга Алексеевна, думать то, о чем мы говорим, анализировать это, изучать. Все же очень просто. В природе вообще нет ничего сложного. Почитайте, посмотрите какие-то вводные лекции. Подумайте саму, вот как бы, так сказать, логику изложения. И потом проверьте это. Очень просто все. Это основа основ. А я хочу еще сказать по поводу препаратов Коралл-клуба. Вы же сами понимаете, что я знаю практически все БАДы, которые делаются в мире. То есть я эксперт по БАДам. Я знаю их и физически, и химически, и механически. Все знаю. Но я не могу гарантировать их качество, потому что я не имею доступа ни к сертификатам, ни к чему. Коралл-клуб это то, с чем я работаю 18 лет. То, что я пью сама. И за качество которого я как бы могу себе отчитаться. Потому что вы же тоже понимаете, что я могу порекомендовать людям послать их в аптеку, туда-сюда. Они придут, их отравят, а потом дальше Ольга Алексеевна скажите, что мы выпили и как так получилось. Я должна быть уверена в качестве. Так же, как вы в своих продуктах, Юрий Андреевич.